Крупные банки усиливают блокировку подставных карт. Системы заработали ВТБ и Тинькофф. Речь идет о выявлении дроперов, которые массово заводят банковские карты, чтобы потом передать их мошенникам для вывода украденных средств. Как работает дроперская схема и почему с ней сложно бороться? Крупнейшие банки усилили борьбу с дроперами, то есть с подставными лицами, которые занимаются обналичиванием и переводами денег в интересах преступников. Тинькофф и ВТБ запустили системы для блокировки карт, которые используют мошенники, сообщает РБК. Михаил Задорожный о том, как устроен нелегальный дроперский бизнес. У профессиональных дроперов есть свои сообщества в соцсетях и мессенджерах, и, вероятно, свои постоянные клиенты. Впрочем, на такую работу берут и с улицы. И не то, чтобы эту работу было сложно найти. Многие, наверное, видели объявления на заборах, зданиях и столбах с обещанием легкого и быстрого заработка. В интернете таких предложений тоже хватает. Требования минимальные гражданству России и Белоруссии без опыта работы. Часто это означает, что ищут дроперов, хотя встречаются варианты и похуже с точки зрения закона. Иногда дроперами становятся несовершеннолетние. Открыть счет в банке и получить карту можно с 14 лет. Правда, требуется согласие родителей или опекунов. Именно молодежь в основном и занимается денежными переводами в пользу мошенников, говорит эксперт финансового рынка Андрей Бархота. Дроперская деятельность характерна для молодой аудитории, молодого населения, которое не имеет пока стабильного дохода и пытается его найти путем вот такого заработка, довольно легкого, но при этом как будто бы он без рисков. Фактически речь идет о такой форме получения дохода, который просто используют чужие индивидуальные идентификационные данные. Естественно, да, есть вознаграждения за такого рода услуги. Они зависят, собственно, от уровня риска, от количества транзакций, переводов на карты не настоящих получателей средств, не подлинных бенефициаров счета. РБК называет действующий тариф за открытие одной дроперской карты порядка 30 тысяч рублей. Что интересно, можно стать дропером, даже не подозревая об этом. О том, как это обычно происходит, рассказывает эксперт по информационной безопасности, гендиректор компании «Фишман» Алексей Горелкин. Из-за того, что дроперы – проблема старая, я бы даже сказал, что если не 20, то 15 точно, то дроперы довольно широко известны для банков, и банки с этим борются. Именно поэтому сейчас злоумышленники, когда, к примеру, обманывают население, они стали у них просить деньги снимать. То есть вот вы, пожалуйста, свои деньги снимите и нам их передайте. И таким образом, собственно, сам дроп осуществляет уже не какой-то нанятый человек, кстати, за деньги это делать не бесплатно, а это делает сам обманутый, сам вот кто попался в уловку – мошенник. Многие, кто подрабатывает дропом от случая к случаю или только начал этим заниматься, ошибочно полагают, что за это им ничего не будет. Но это не так. О том, к чему должны быть готовы дроперы, говорит адвокат, партнер адвокатского бюро Забейда и партнеры Александр Забейда. Если они не были осведомлены об истинных мотивах преступников, то они несут гражданско-правовую ответственность. И в таком случае они просто могут лишиться всего имущества. А если они были осведомлены, то уголовной ответственности в какой-то отдельной статье за этот вид деятельности просто не существует. Поэтому их всегда рассматривают как потенциальных соучастников преступной деятельности, такой как мошенничество, участие в преступном сообществе и так далее. То есть в зависимости от основной статьи, к которой привлекаются выгоды приобретателей этих преступлений и исполнителей, и организаторы. Уголовное наказание, соответственно, разное и зависит от статей УК. Если речь идет о мошенничестве, то это максимум 10 лет колонии. За участие в террористическом сообществе и финансирование терроризма сроки намного больше.